Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Переполох вызвало предложение российского министерства юстиции ужесточить наказание за грязные номера Первый раз штраф 500 рублей, как сейчас, плюс возможно только предупреждение Второй раз в течение года штраф 5000, третий раз лишение прав сроком до трех месяцев Как заметил один из депутатов Госдумы, для страны, где плохая погода длится месяцами, это просто бесчеловечно Трасса 101 Депутатам Госдумы россияне жалуются, оказывается, на космические ценники в автосалонах Один из парламентариев так и заявил Да, люди недовольны взлетевшими ценами Ко мне поступают сигналы Народный избранник тоже выразил недоумение Почему это у дилеров машины стоят на несколько сотен тысяч рублей дороже, чем указано на сайтах производителей Он призвал разобраться в ситуации профильные органы, включая Роспотребнадзор и антимонопольную службу Трасса 101 Госавтоинспекция напомнила о том, что водители со стажем до двух лет обязаны размещать на автомобиле знак «Начинающие водители», иначе придется заплатить штраф 500 рублей На него распространяется, кстати, 50% скидка Наклейку можно приобрести или изготовить самостоятельно, однако необходимо соблюсти пропорции Стороны ровно по 15 сантиметров, высота восклицательного знака черного цвета 11 сантиметров, фон только желтый Трасса 101 Поддержанные легковушки возрастом до 7 лет в этом году подорожали в среднем почти наполовину Их средняя стоимость сейчас, по данным Авито, без малого 1 миллион рублей Рост цен особенно заметен в крупных городах Москве, Питере и других Наибольшим спросом на вторичном рынке сейчас пользуется Лада Гранта В первую пятерку входят Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Priora и Toyota Camry Трасса 101 В России намечается первая крупная государственная закупка партии легковых электромобилей Угадайте, власти какого города задумались об этом? Хм, конечно, Москвы Речь идет о двух сотнях электрокаров, которые будут переданы столичному центру организации дорожного движения Предположительно, в список попадут зеленые авто, которые официально в нашей стране не продаются Это в том числе Volkswagen ID.3 стоимостью 3-4 миллиона рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова